Девушки отдыхают Крупнейшие европейские державы Англии и Франция практически не сражались против гитлеровской Германии, надеясь направить ее силы против первой страны социализма. И фашистам удалось завоевать почти всю Европу. В том числе и Францию. К лету 1941 года гитлеровская армия обладала большим боевым опытом, высокой маневренностью, имела новейшее вооружение. Она была нацелена на уничтожение Советского Союза. Мощная промышленность захваченных стран работала на фашистскую армию. Еще в декабре 1940 года гитлером был утвержден план «Барбаросса». Главная военно-политическая цель этого плана – покончить с большевизмом. Стратегическая основа плана – идея молниеносной войны. Наступление намечалось тремя ударными группировками. Группа армий «Север» должна продвигаться через Прибалтику к Ленинграду. Самая сильная группа армий «Центр» нацелена на Москву. Группа армий «Юг» на Киев, Донбасс, Крым. Конечная цель операции – отгородиться от Азиатской России по общей линии Архангельск-Волга. Мирная жизнь. Мирные дни страны Советов. Но война приближалась к границам нашей Родины. И партия расширяет промышленную базу на Востоке, созданную еще в годы первых пятилеток. Уделяет особое внимание укреплению обороноспособности страны, развитию вооруженных сил. 22 июня 1941 года. Ранним утром фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. 190 дивизий, моторизованных, вооруженных до зубов. Фашистская армия в момент вторжения почти в два раза превосходила Советскую на наших западных рубежах. 22 июня в 12 часов все радиостанции страны передали заявление Советского правительства. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Родина в опасности. Под руководством коммунистической партии весь народ поднялся на защиту Родины. За первые полгода войны в Красную Армию влилось более миллиона коммунистов. Стали воинами сотни тысяч комсомольцев. В народное ополчение ушло 2 миллиона человек. 29 июня ЦК ВКП и Совнарком направили при фронтовым областям важнейшую директиву, в которой воплотились ленинские идеи о защите социалистического отечества. Превратить страну в единый боевой лагерь. Отстаивать каждую пять земли. Развертывать партизанское движение. Ни одного паровоза, ни одного литра горючего, ни одного килограмма хлеба не оставлять фашистам при вынужденном отходе Красной Армии. 30 июня создан Государственный комитет обороны во главе с товарищем Сталиным. Гитлер рассчитывал на быстрый разгром Советского Союза. Но тяжелейшие испытания войны доказали прочность социалистического общественного строя. Нерушимое единство всего народа. С первых же дней войны враг столкнулся с массовым героизмом советских людей. Пограничная Брестская крепость. Сковывая части противника, ее бессмертный гарнизон месяц продержался в глубоком вражеском тылу. Враг наступал. На направлениях своих главных ударов он имел тройное и даже пятикратное превосходство в силах. Внезапное нападение не дало нам возможности вовремя отмобилизовать войска, укомплектовать дивизии. Не хватало современной военной техники, средств, связи, транспорта. Горькие, тяжелые дни. Население покидало прифронтовые области. Промышленные предприятия срочно переводились на восток, вглубь страны. Войска противника, заняв Минск, продвигались к Днепру. К середине июля гитлеровцами захвачены Латвия, Литва, Белоруссия, Молдавия, большая часть Украины. Фашизм с его расистской, человеконенавистнической идеологией нес смерть, рабство, нищету. Война шла на гигантском фронте от Баренцева моря до Черного. Неприступным бастионом на пути гитлеровских орд стал Генинград. С беспримерной отвагой защищали советские воины Севастополь, Киев, Одессу. Уже два месяца длится Смоленское сражение, отвлекая от наступления на Москву крупные силы врага. И всегда, везде, на всех фронтах, во всех частях, комиссары и политруки вместе с бойцами. Они воодушевляли воинов на самоотверженную борьбу с врагом. В напряженные минуты затишья, перед боем, воины вступали в партию. Коммунистами шли в бой и погибали за родину. Под Смоленском враг был задержан до середины сентября. Это позволило подтянуть к фронту резервы и организовать оборону Москвы. Первоначальные наметки фашистского плана молниеносной войны потерпели провал. Но враг все еще продолжал продвигаться к столице. Важнейшим сражением первого этапа войны стала битва за Москву. Группа армий «Центр» двинула в наступление на Москву более миллиона солдат. 20 октября Государственный комитет обороны объявил Москву на осадном положении. Принято решение ни при каких условиях не сдавать столицу. По призыву Московского комитета партии сотни тысяч москвичей строили оборонительные укрепления. Промышленность столицы перешла на выпуск военной продукции. Москвичи вступали в ряды народного ополчения и истребительные батальоны. На фронт ушло более ста тысяч коммунистов и двести шестьдесят тысяч комсомольцев-москвичей. Фашисты рвались к Москве. Они захватили Калинин, Волоколамск. Можайск, Малоярославец. Подошли к Туле. Войска Западного и Резервного фронтов были объединены в Новый Западный фронт по командованиям генерала армии Жукова. Калининским фронтом командовал Конев. Советские солдаты с беспримерной стойкостью обороняли подступы к столице. Навеки останется в памяти народной, как у разъезда Дубосекова 28 панфиловцев вступили в бой против 50 фашистских танков. Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва, сказал политрук Клочков. Не забудет народ героев-комсомольцев, погибших за Москву. Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину, Сашу Чекалина. Бои шли днем и ночью. Гитлеровцы были нагло уверены, что 7 ноября пройдут парадным строем по Красной площади. Заготовлены даже пригласительные билеты. Но в день Великого Октября на главной площади страны, как всегда, состоялся военный парад частей Красной Армии. Это вселило великую уверенность в сердца советских людей. Москва выстоит. Москва победит. Прямо с парада войска уходили в бой. На фронте от Калинина до Тулы шло жестокое сражение. Каждый воин понимал, что от него зависит будущее Родины, ее свобода и независимость. Фашистские дивизии медленно приближались к Москве. 25 ноября они заняли Клин и в районе Яхромы вышли к каналу Москва-Волга. В отдельных местах враг подошел к Москве на 25-30 километров. Вся страна помогала героическим защитникам Москвы. Из Сибири, Казахстана, с Дальнего Востока прибывали новые дивизии. Красная Армия наращивала силы, готовясь к решительному сражению. В конце ноября советские войска в районе Крюково и Каширы нанесли противнику первые контрудары. Большие потери, особенно в танках, вынудили врага перейти к обороне. 5-6 декабря войска трех фронтов Калининского, Западного и Юго-Западного двинулись в контрнаступление. Удар советских войск был хорошо подготовлен и рассчитан. Противник отступал, бросая боевую технику, тысячи убитых и раненых. Красная Армия освободила Калинин, Калугу, Елец, тысячи сел и деревень. Продвигаясь с боями, наши бойцы видели следы страшных гитлеровских злодеяний. Войны шли вперед, громя ненавистного врага. Красная Армия захватила инициативу в ведении боевых действий. Под Москвой были разбиты 38 вражеских дивизий. В ходе контрнаступления враг был отброшен от столицы на 100-250 километров. Освобождены Московская, Тульская, Рязанская области. Битва под Москвой стала началом поворота в войне с фашизмом. Она навсегда покончила с легендой о непобедимости фашистской армии. Продолжение следует...